очагов тв представляет уже одессит блин давай давай типа типа на адрес давай поселение небольшой небольшую китайскую стену понимать и мы готовим пассивные площади там где ваши трупы валяются ну ладно давай предмет ну хватит поясничать слушай расскажи про херсон что ты думаешь про херсон а что вы думаете например вот какое событие произошло 7 ноября 1600 ну ответь мне про херсон пожалуйста а при чем здесь херсон это самое вы знаете меня больше никто не хочет сегодня о херсоне говорить позвольте меня больше интересует биробиджан это незалежная область незалежная область это украина биробиджан сонячный биробиджан незалежная область подруга товарища на 1934 году слушай давай о Херсоне поговорим ну ты бредишь блин чувак давай о Херсоне поговорим а при чем здесь Херсон это самое ну как при вот вы же оставили Херсон расскажи как это так случилось я так и понимаю вы это самое только что вывезли из варкрафта я так понял ой слушай ну ты какой то сегодня вы вернули в варкрафт это самое и у вас что то какие то влажные мрии ну подожди ну вы же убежали из Херсона какие мрии ты че это 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 чувак проснись блин это правда вы убежали из Херсона это вы из Мариуполя а из Лисичанской вот два КамАЗа с унитазами и велосипедами ну понятно человек не хочет говорить это было жекарно Херсон и не хочет говорить голубчик это самое место совершенно для этого есть Верховное Главнокомандование ну а ты одобряешь действие Верховного Главнокомандования которое приказало вам драпать из Херсона я позвольте это самое вот ебать Семянской ты знаешь вот например вот 30 лет назад ровно 30 лет назад сегодня кстати ну не сегодня этот год 30-летие поднестровской Молдавской Республики вот а 30 лет назад точно но я правда сидя там у меня всего два БТР-70 я с Ксюшкой знаешь Ксюшку ну кто не знает Ксюшку конечно да всегда нужно интересоваться у вас Ксюшка была 5.45 или 7.62 у меня в армии была 5.45 у вас Ксюшка была? нет это мне помимо табельного ПМ пришлось еще и с Ксюшкой таскать у меня тоже был табельный ПМ кстати у вас тоже табельный ПМ это самое а в каких частях вы слушали? одно время у меня был одно время у меня был табельный ПМ одно время был 5.45 АКС АКС в каких войсках я был? у вас судя бог знает это самое я же говорю это самое например АКС ты знаешь что такое АКС? например АКС я же про Ксюшку я же про Ксюшку говорю мы ее просто ласково называли Ксюшкой ну вот ну и так еще коротко ствол складывай все короче Николаевич Николаевич нет нет ствол короткий это АКСУ а у меня был АКС просто складной приклад а ствол нормальной длины ой господи я еще в Бурсе будем так называть велосипедном техникуме знаете велосипедном вроде бы учился велосипедное училище у меня там был АКМ АКС АТК-47 отличался у него знаете это самое на строле такой компенсатор был маленький такой маленький а потом а потом уже ПМ так сказать это самое причем тут ПМ дульный тормоз компенсатор появился только как раз на АКСах на АКМ нет на АКМ дульного тормоза там был планегаситель а дульный тормоз компенсатор вот такой цилиндр появился на АКС это именно стволный компенсатор назывался сколько я помню дульный ствол дульный тормоз компенсатор появился на АКС Я за два года велосипедного техникума училище. Всего наше и стрелял-то из него. Слушай, ладно, ну про Херсон поговорим или нет? Потому что уже долго. Не предметно. Херсон. Херсон это самое великолепное. Это самое великолепное. Великолепная операция по масштабанию. Важный корпус. Ой, голубчик, это такие влажные море. Я же говорю, это подготовка. Это самое пассивное. К весе не пассивное. Важными трупами согласен. И еще раков накормили хорошо. Раков накормили. Ой, хорошо. Ниже по течению, блин, раки. О, по три рубля будут вот такие. Помнишь, по три рубля. А вы где зону тотали? Где вас так офоршмачили? А что вы не на Азов встали? На Азов встали, вот там собрали такую картинную галерею, такого дерьма Светомова. Говорят, там уже оказывается не 2 800, а 3 тысячи с чем-то. Домашних уже больше. Орков в плену не передавай. Это во-первых. Во-вторых, знаешь, всех командиров, командиров всех освободили. Освободили, ты знаешь, обменяли. Якобы Лугачке одни поправляют товарища Соловьева. Говорят, ну что вы, товарищ Лаверодовшич, говорите? Так, слушай, ты сегодня очень нудный. Все, я больше не хочу с тобой говорить. Светом, вадим массовые отношения на... Он сегодня какой-то вообще никакой. Раньше хоть там поразвлекаться, поржать, а сейчас несет какую-то хрень вообще, блин. Какой-то бред, блин. Что... Переведите мне на русский язык, что он все это время говорил и что он имел в виду. Я вообще ничего не понял. Говори. Здравствуйте. Здорово. О чем общаетесь здесь? Объекции российских войск из Харцона. Так, это, по-моему, все запланировано было. Месяц назад началась эвакуация. Да, да, я согласен, кстати. Освещал. Это было запланировано. Прийти на территорию Украины, отхватить по мордам и потом освободить все захваченные территории, включая Крым. Я думаю, вот вы по такому плану действуете, правильно? Ну, пусть будет, с вашей точки зрения, так. Что здесь такого-то? Ну, я тоже считаю, это хороший план. Потерять, блин, 200 тысяч убитыми в результате и свалить со всех территорий Украины. Ну, может быть так. Может быть так. Ну, это же все еще не закончилось. Да, не закончилось. Еще, при этом это закончится, еще ватных положат не один десяток тысяч, конечно. Ну, это все прекрасно. А, то есть пирасы очищают. Фантазию вы зачем? Очищают, блин. Нет, ну, фантастика. Землю России отшвали. Ну, пусть будет, ваше мнение, оно и... Пусть будет так. Качодиши еще эти не закончились, правильно? То есть месяц назад началось это планирование вывода мирного населения. А когда начнется в Крыму то же самое? Через сколько, как ты думаешь? Я фантастику не люблю. Фантастика это, как бы, я люблю послушать Крыму фантастически. Да вы кричали, блин, месяц назад, что Керцон наш навсегда. Это фантастика. Месяц назад, месяц назад началась эвакуация мирного населения. Нет, эвакуация мирного населения типа. Это вы под прикрытием вы ввозили своих солдат, кстати. Под прикрытием гражданского. Вы прикрывались гражданскими. Ну, вы же можете в Ютубе посмотреть, как мирного населения вывозится в Крыму. Я смотрел. Да. Я смотрел, да. Так там вы, военные, переодевались в гражданскую и сваливали. Да, в мальчиков, в девочек, в бабушек. Нет, мальчики, бабушки, девочки, это были гражданские. А вот, которые мужчины, одетые в гражданское, большинство, это, может, орки были, которые под их этой самой бетонной сними. То есть, получается, наших военных уже не было. Почему не было? Хорошее слово. А ваши боялись айти. Это по вашим словам. По вашим словам. Я тебе могу рассказать, смотри, как оно было. Дело было так. Вы вывели все войска дееспособные, то есть те, которые могут воевать на других фронтах после этого. Оставили оригарную группу прикрытия. И оставили чмобиков, которых вам не жалко. Вот это мясо, которое понабирали. То есть, получается. Их не жалко. Подожди, я не закончил. Получается. Вот. И вы потихонечку вывели свои элитные подразделения, чтобы их не грохнули, там, понятное дело. А всю шваль, которую вам не жалко, а под прикрытием вот тех самых детей и гражданок, а шваль всю, вы оставили тонуть в Днепре, когда они на корытах там дырявых переплывали на бревнах, блин. Или там бежали по понтонам там и так далее, а их обстреливали. Их положили там я не знаю сколько, понимаешь? Вот в этом заключался ваш план. Я правильно тебя понял? Нет. Ну а где это можно посмотреть? На корыту переплывали. А, откуда появятся эти видео скоро? Ты знаешь, есть карта, есть карта, когда ты можешь ее найти в интернете. Значит, а, кстати, она у меня тоже, по-моему, а я ее, по-моему, стер. Ладно, смотри, есть карта, значит, там сигналы, телефонные сигналы, когда вы бежали, да, телефонные сигналы, где были телефонные сигналы сконцентрированы. Так вот, они были сконцентрированы прямо посреди Днепра, вчера, буквально, позавчера, когда вы бежали. Прямо посреди Днепра, вот эти красные точки, то есть там на лодках, на каких-то плотах, блин, на понтонах, в общем, на чем могли, вы оттуда удирали, а артиллерия вас ложила и топила украинская, понимаешь? Получается, что все-таки солдаты бежали вчера, а не до этого, как вы сказали. Частично до этого, частично, я сказал, оставили оригардную группу. Ты вообще понимаешь русский язык, нет? Да, я понимаю. Давай я повторю для особо понятного. Смотри, для особо понятного их повторяю. Значит, вывели того, кого было жалко, чтобы его грохнули, оставили оригардную группу, которая очень мобильно, там их тоже ждали, как быстренько убежать, а чмобиков ваших, которых нафиг мясо вот это вот, их просто бросили, чтобы на них отвлеклись украинские военные, а вас-то элитные эти самые слиняли, ну, кто успел, конечно, не все далеко. Ну, вас их там положили тоже целую кучу. Вот так вот вы относитесь к своим жизням, вам пофигу это все. Куда ты убежал? Убежал он. Видите, не получают разговор про Херсон, не хотят они говорить. Редактор субтитров А.Семкин